Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте, рад вас видеть. Рад приветствовать всех зрителей канала Политека. Марк Захарович, Федеральная служба охраны как минимум на две недели закрыла для посетителей Красную площадь. Беспилотники продолжают активно долетать до Подмосковья. В Кремле пока не готовы сообщить, состоится ли авиационная часть парада Победы 9 мая. Все идет по плану, Путин продолжает побеждать. Не, но что касается вообще всей ситуации, я думаю, ровно сейчас идут интенсивные попытки переговоров с Вашингтоном. О чем и была утечка Вашингтон-Пост, правда там речь была о годовщине. О годовщине, значит, войны. И якобы Вашингтон, по сообщению Вашингтон-Пост, дал такие гарантии, что бомбежки чуть ли не Кремля не будет, так сказать, дронами, естественно, украинские. Вот, это комментировали, это комментировал Подоляк. Но я подозреваю, что Москва и сейчас продолжает просить по поводу 9 мая уговорить Вашингтон-Киев, чтобы не было никаких атак в связи с празднествами 9 мая. Ну, вот в такой чуксванг они попали. Вот, чем завершатся такие переговоры, я не знаю. Вот, но поскольку была утечка именно серьезного СМИ, что он после смешной издания, кстати, Блинкин отказался комментировать, ни да, ни нет. То есть, это означает, что действительно, наверное, такие консультации или такие обращения со стороны Москвы, возможно, даже и были. Что касается парадов, ну, смотрите, какой фон этого всего. Они отменены, и бессмертные полки и парады во всех приграничных областях и Крыму. То есть, это тоже свидетельство того, что нет никакой уверенности, что украинские средства, там, троны или, там, я не знаю, ракеты какие-то, там, ну, если мы говорим, приграничных территориях, не долетят, собственно говоря, до мест этих всякого рода мероприятий. Но ведь и внутри России бессмертный полк отменил. Вот, западная пресса говорила, что якобы потому, что портреты будут нести совсем не погибших во время Второй мировой войны, а портреты погибших в СВО, и это может произвести самое такое прискорбное впечатление. Я не очень понимаю, как можно отличить эти портреты, там, на досках специально организованы, там, кто тогда погиб, кто сюда, никто не вглядывает в свои портреты, но может быть. Но какой же этот удар по скрепам? А по скрепам серьезнейший удар, потому что они каждый год проводили уже очень давно этот бессмертный полк, сейчас, видимо, впервые возникнет такая пауза, в прошлом году, кстати, он был. Но самое главное во всей этой истории, это выступление Путина на Красной площади в связи с празднованием. Почему-то, даже известно, место, время, день и так далее, и даже точка известна, где он будет стоять, потому что трибунку делают, ну, где-то так между Спасскими воротами и Мавзолеем, так сказать, обычным, ну, перед Мавзолеем, где, собственно, рубят эти трибуны, на которых сидят приглашенные гости. И это, конечно, для Путина создает, ну, некоторую нервозность, поскольку это угроза реального удара, справиться с этим средством ПВО, не справиться с ПВО, это же всегда такой вопрос, знаете, может да, может нет. Но Москва, почему такая невнятная ситуация уже за оставшееся время, на следующей неделе уже 1 мая, Москва пытается, видимо, этот вопрос решить с Вашингтоном. С Киевом решать бесполезно, Киев в этом смысле абсолютно не чувствителен, ему все равно, а с Вашингтоном они могут этот вопрос решить. Если Вашингтон убедит Киев не делать этого, ну, наверное, Киев навстречу союзнику пойдет. Но это, безусловно, даже с прошлого года, когда война уже шла, с 9 мая, где Путин выступал, и был военный парад, и бессмертный полк, и все было как обычно. Это, безусловно, существенная перемена спустя 14 месяцев войны, существенная перемена. Если Москва уже вынуждена корректировать свои мероприятия, праздничные, мемориальные, то это говорит о том, что обеспечить безопасность они не могут. Ну, и прежде всего, самому Путину, поскольку Путин, ему наплевать, погибнут ли военнослужащие или граждане Российской Федерации, ему не наплевать на себя, что будет с ним самим. А тут никто никаких гарантий не дает. Поэтому, наверное, еще какая-то история продлится, кстати сказать, по-моему, про авиационную часть парада уже отменили, вроде бы. Ее вроде бы уже отменили. Ну, я не знаю, я не буду утверждать, проскакивалось сообщение. Они могут сказать, что отменили, сами провести, там пролетят несколько самолетиков. Но то, что Путин будет в конкретной точке, в конкретное время, в конкретный день, это очень соблазнительно для тех, кто его, в общем, мягко говоря, ненавидит. Это очень мягко. Мягко говоря, деликатно вы выражали. Очень деликатно. Кстати, в России уже разработали инструкцию на случай воздушного нападения 9 мая. Вот эта инструкция уже гуляет интернетом. Подлинная она или нет, можем только предполагать, догадываться. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины уже отреагировали и призвали россиян держать подальше от военных преступников и военных объектов. И представитель ГУРА Андрей Юсов отреагировал на слитые документы и попросил россиян все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами. Ну, получается, что наша разведка так тонко и деликатно намекает, что все же возможно всякое. Ну, я думаю, да, но это в какой-то части троллинг, потому что, ну, даже мы будем влиять на ваши праздники, да. А в какой-то части, ну, слушайте, ведь долетали же действительно и до Дягировой Рязанской области, и вот тут в Подмосковье постоянно падают эти дроны. Ну, то есть, видимо, средства-то такие есть. То есть, говорить о том, что, а у Украины нет этих средств. Нет, теперь уже так не скажешь. Украина эти средства наверняка есть. Ну, попадут, долетят, собьют их. Это второй вопрос. Ну, то, что средства уже есть, это серьезная угроза. Ну, инструкции инструкциями. Я думаю, все равно какая-то часть населения, Москва огромная агломерация, выйдет, будет праздновать. Ну, могут произойти любые вещи, понимаете? Любые. То есть, и пойди потом разбери. Еще раз хочу подчеркнуть, что они не должны ощущать себя, граждане России, что они не живут в условиях войны. Я думаю, что задача стоит и украинское руководство. Да и отчасти все понимают, что это же так. То есть, война не игра в одни ворота. То есть, вы можете оказаться в ситуации, в которой живут люди на протяжении 14 месяцев в соседней стране. Почему вы считаете, что вас это должно избегнуть? Понимание это, потом говорить. А как же так вот бомба упала? Ну, вас же предупреждали, не ходите, ведь это война идет. Почему вы считаете, что вот война у вас не коснется? Да. Ну, так им власть внушила это убеждение. Власть. И они этой власти захотели поверить. Не то, что поверили, но захотели поверить, потому что, ну как же, власть сказала, мы тут Украину раздаем за 2-3 дня, ничего у них там нет. Мы там разрушили ВСУ, ведь оно там бежит и так далее. Эта пропаганда, она внушалась все это время, понимаете? В том или ином виде. Сейчас, конечно, немного риторика изменилась, потому что как-то сложно продавать это все спустя год и два месяца войны. Но смысл был именно такой, что а кто нападет? А кто сможет-то? Мы в центре России, там, центральный район. Кто это долетит? Какая ракета? Какое что? У нас ПВО еще что-то. А оказалось, ничего нету. Все это чушь собачья, что любой дрон, несущий там 50-60 килограмм взрывчатки, легко до Москвы долетает. Вот. Ну, понятно, что это средства военные, это же не какой-то там детская игрушка. Поэтому это понимание, оно, ну, если такое произойдет что-то в период военного парада или, там, я не знаю, после него, это, безусловно, будет большим сигналом. Ну, как же, теперь мы не в безопасности. Ну, да, не в безопасности. Ну, что, Путин затеял войну, теперь никто не в безопасности. Марк Захарович, ну, вот уже на уровне Госдумы утверждают, что война, она касается каждого и призвали доверить гражданским охрану государственных границ России. С таким предложением выступил председатель комитета по вопросам обороны Андрей Картополов. По его словам, у России нет возможности, как в СССР, охранять всю страну по периметру пограничниками. Сейчас, цитирую Картополова, несколько иные способы охраны границ, но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется, в том числе и в бывшей просвещенной Европе. А помните, как россияне откровенно смеялись и глумились, когда у нас в Украине начинали формировать отряды территориальной обороны? Мы это прекрасно помним. Ну, поглумились, вот доглумились. Я думаю, что это действительно серьезное заявление. В каком смысле? Ну, во-первых, у нас границы занимаются, пограничные войска, они относятся к ФСБ. К ведомству ФСБ, и как бы до этого звучало все по-другому, что границы на замке. И что, так сказать, как раз передача пограничных войск в свое время, они были в КГБ, а потом они стали самостоятельной структурой в рамках Министерства обороны, а потом, видите, снова переданы в ведомство ФСБ. А нам говорили, что ФСБ это лучшее, так сказать, переподчинение пограничных войск, что на самом деле ФСБ осуществляет работу не в Премьер Министерстве обороны лучше, а оказалось, нет. Вот в Брянской области уже по меньшей мере два промо-рейда было со стороны вот этого РДК, русского добровольческого корпуса, и получается, что границы не так, чтобы сильно-то и на замке. А что могут мирные граждане делать? Мне просто интересно. Ну, хорошо, вы их пытаетесь привезти. Вы им дадите оружие? Вы что сделаете? Я сильно в этом сомневаюсь, но, повторяю, охрана границы это как они? Это как пожарная часть. Раздача оружия местным, это не означает то, что государственные границы будут охраняться. Это раз. А во-вторых, так сказать, а что они могут? Потому что это не просто граница с каким-то соседним мирным государством, это граница с войной. С соседним государством вы затеяли войну, и теперь не чувствуете безопасности, что со стороны, значит, этого воюющего государства двинутся части. На вашу территорию, там, в Брянск пойдет, или в Белгород. Ну, а есть же такие формирования, как русский добровольческий. Да разве только оно? Разве только оно? Война-то ведь разная предполагает. А вдруг на территории России вторгнутся части ВСУ? Ну как, ну что делать? Ну вы же вот не прекращаете войну. Придется воевать везде. И там, и тут, и там, и под землей, и на земле, и в воздухе, и на воде. Все, война устанавливает свои правила. То есть, об этом речь может идти безусловно. Потому что, ну если по-другому не удается войну прекратить, чтобы вы ее прекратили и вышли с территории соседнего государства, я не исключаю ничего. По-любому могут сложиться обстоятельства. И с этой точки зрения население ничего сделать не может. Оно может сделать в мирном деле. Швейцария охраняет границу, там, я не знаю, с Германией или там с Францией. Окей. Хотя там нет границ, я вот недавно ездил туда. Вот. Да и до этого не было. А, так сказать, извините, с воюющим государством вы как собираетесь их охранить? Вы что, с пулеметами теток положите, доярок? Ну, вот просто интересно. Я думаю, что это от бессилия, безделия и воровства. От бардака еще. Вот русский бардак, он же имеет совершенно неприходящее значение. Все знают о том, что русский бардак ни с чем не сравнится. Так сказать, естественно, такую границу. А если у вас такая граница, и вы не можете ее, как в советское время, оборонить, так не нападайте на соседей. У вас проблем не будет. Логично же. Более чем. А вы о чем думали, когда, значит, вторглись в чужие пределы? Вы думали, что все это будет только в одну сторону? Ну, смешно. Ну, Картополов, он вообще выглядит как-то стримачно. То есть, несмотря на то, что он генерал, руководитель комитета по обороне. Вот, но стрёмный тип, поэтому... Я думаю, что они обсуждают это серьезно, но только... Не ровен час, Картополов через какое-то время еще присоединится к клубу рассерженных патриотов во главе с Гиркиным. Нет, ну, присоединиться к клубу нет, я этого сказать не могу, так сказать. Он человек конституциональный. Гиркины это все-таки люди вне системы. Но нести эту ахинею, ну и потом врать все время. Они все время врут. Это тоже Картополов говорит, ну, не мобилизация, не повесток не будет. А потом, а что такое? Да, вот мы в тестовом режиме уже пошли. Ну, мы с вами, Марк Захарович, еще сегодня обсудим ахинею в исполнении Дмитрия Пескова. Там есть о чем поговорить. По поводу контрнаступления. Украина может захватить небольшие российские города в ходе контрнаступательной операции. Такое мнение озвучил исполняющий обязанности командира бригады АЗОВ Богдан Кратевич в интервью изданию The Washington Post. В такой способ боец прокомментировал предстоящее контрнаступление вооруженных сил Украины. И Богдан Кратевич вспомнил первую русско-чеченскую войну, когда войска Чечни начали реализовывать в жизнь стратегию по захвату маленьких российских городов. Они использовались потом в качестве рычага давления на Кремль. Поэтому военный отметил, что Украина могла бы сделать то же самое. Но следует отметить, что это лишь его личное мнение и предположение, а не стратегия, выбранная Генштабом вооруженных сил Украины. Нет, ну, мы вот сейчас об этом говорили, что, смотрите, война, повторяю, не может длиться вечно. То есть, в ней должен наступить какой-то момент, когда все понимают, что стороны должны сесть за стол и переговорить. Но как? Война сейчас идет на территорию Украины. Суверенно территория международной границей и так далее. Может ли это продолжаться вечно? Истрачивается народ украинский, там гибнут мирные граждане, разрушается страна, вообще экономика, инфраструктура, заводы, дороги, мосты. Это не может быть вечно. То есть, эта штука должна начать работать с два конца. То есть, вы тоже должны терять, нести ущербы и гибель людей, потому что... Или прекратите это все. Просто прекратите. Нет, вы не прекратите, пока не достигнет цели СВО. Ну, так цели защиты и суверенитета Украины тоже меняться могут. И, смотрите, вот Писториус недавно выступил, министр обороны ФРГ. Он сказал, что, ну, как бы для решения военных задач вторжение на территорию Российской Федерации, ну, в общем, допустимая вещь. Я перепрошу. А несколько месяцев назад подобные заявления оказались абсолютно невозможными. Тем не менее, сейчас ситуация изменилась. Почему? Изменилась то, главное, что 14 месяцев война. И она, так сказать, сказывается на всех. И на Европе, и на всем глобальном пространстве в мире, и на Украине тут нечего говорить. Поэтому, если это способ прекратить войну, вторгнуться на территорию Брянской области, например, или там захватить Москву, то, может быть, это для Украины совершенно приемлемый вариант. Почему нет? Почему нет? Если это прекратит Москву. Да, мы вам Брянская область обратно, вы нам Крым. Ну, приблизительно я так утреваю. Ну, а если по-другому, никак. Что должно происходить? Начнутся такие военные территориальные торги. Ну, а если другого способа нет? А если нет другого способа? А если вот все уйдет в позиционную стадию и так далее? А Украине надо развиваться, нужно как-то восстанавливать экономику, людей возвращать, беженцы. А на сколько может в этом состоянии пребывать? Поэтому я, повторяю, я ничего не исключаю. И главное, что мир не осудит. Мир вообще скажет, ну, а что? Историю уже выразила. Ну, если по-другому не получается. Ну, вас же предупреждали, вас призывали, вам говорили. Вы не слушаете. Ну, видите, вы до чего довели? А дальше что будет? А дальше могут возникнуть процессы внутри России под этим воздействием. А почему нет? Мы же с вами люди абсолютно не военные. Можем себе позволить. Все же, вот каким вам видится, представляется наступление вооруженных сил Украины? Вот Нью-Йорк Таймс пишет о том, что Украина начнет это наступление в следующем месяце, в мае. А до мая уже остается несколько дней. По словам американских официальных лиц, Украина готовится начать контрнаступление против российских войск. В мае, несмотря на огромные риски, без решительной победы, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть. И Киев может оказаться под растущим давлением, чтобы начать серьезные переговоры с целью прекращения или даже замораживания конфликта. Ну, я думаю, что это может произойти в мае, потому что тянуть дальше уже некуда. Потому что, наверное, у Киева не хватает достаточного количества вооружений. Возможно, мы не знаем. Это тоже тайная. И, так сказать, возможно, это специально более ослабленный вариант демонстрирует Киев. Я тоже этого не исключаю, чтобы ввести противника в заблуждение, что его позиции крепки и оборона не позволит никакому контрнаступлению максимизировать реализацию задач, которые ставятся перед ним. Я действительно не военный и не претендую на экспертизу военную. Но я думаю, что это будет несколько ударов с нескольких сторон, вводя, так сказать, в заблуждение, какой из них основной. И какой-то будет прорыв. Который обеспечит... Ну, условно говоря, задача к тем 18-19% оккупированной территории. Если удастся рывком освободить еще хотя бы 5%, может, ну, там, 7%. Да, это был бы невероятный результат от тысячи километров территории. Самый подходящий, ну, думаю, конечно, левый берег Украины. Юг. Самое такое оптимальное пространство, которое разряжено достаточно, да и плотность там иная, да и степи, голая земля. И, в принципе, при наличии дельного плана и правильного подхода с наличием даже, ну, оптимальных ресурсов, действительно ли это будет 3 армии, 12 бригад до 70 тысяч человек, я не знаю. Но если 70 тысяч человек, можно эту задачу осуществить. Я вполне такое допускаю. Можем вспомнить, кстати, и интервью недавнее начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который славится своими прогнозами. Он сказал, что выйти вооруженным силам на границе 91-го года в рамках 23-го года – это вполне реальная задача. Ну, он в каких-то прогнозах не ошибался в значимых, поэтому с этой точки зрения он обладает тем объемом информации, который позволяет ему так рассуждать. Вот, и, собственно говоря, я допускаю вполне, что такие планы есть. Насколько они амбициозы, насколько они смелы и насколько их можно реализовать, я не берусь судить, ему виднее. Вот, но раз он такое говорит, значит, он не только пытается поддержать дух, военный дух нации, но и, наверное, пытается каким-то образом эту опубличить информацию, которая, в общем говоря, обсуждается внутри узкого круга военно-политического руководства. Тем временем, Марк Захарович, в Палате представителей США представили резолюцию, согласно которой победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева границ 91-го года. В этой резолюции сказано, что политика США заключается в том, чтобы Украина победила Россию и восстановила свои международно признанные границы. После победы мир в Украине должен быть гарантирован вступлением в НАТО, а Российская Федерация обязана понести ответственность за войну и выплачивать репарации. И, что самое интересное, вот эта представленная резолюция, это резолюция, которая совместно над ней работали, как представители республиканской, так и демократической партии Соединенных Штатов Америки. Но республиканцы сейчас, они несколько изменили риторику в сторону того, в отдельную от Трампа, так сказать, в сторону того, что даже Байден недостаточно поддерживает, не в должной степени поддерживает Украину, и что Украина нуждается в гораздо большей поддержке и так далее, и военной, и всякой другой. То есть, основная часть республиканцев, мы видим заявления Маккарти, Макконнелла и всех остальных, они звучат именно в этой стилистике. То есть, нет вообще даже намека в политическом, я повторяю, эстеблишменте в Капитолии, в Белом доме, о том, что нужно вообще, говоря, свернуть, что нужно, так сказать, уже сдержек слишком много и финансовых, и других, и мы втянуты в ненужный для нас конфликт. Мы такого не слышим, мы такого не видим. То, что такие резолюции принимаются, их, наверное, будет еще не одна, и другие будут, и так далее, свидетельство того, что это стратегия, это не какая-то попытка политически оформить президентство Байдена первого срока именно орелом этой победы в войне, просто так, да, то есть, дабы добиться на втором сроке успеха. И это тоже, но все-таки это стратегия, кто бы ни пришел в Белый дом, ну, если мы не считаем Трампа, Трамп эксцентрическая фигура, ну, даже Десантис или кто-то еще из республиканцев, если вдруг во вторых своих выборах Байден проиграет место в овальном кабинете, то, скорее всего, стратегия не изменится. Стратегия определяется не одним президентом, это некое результивное между, так сказать, позициями очень многих сил, разведсообщество, системы силовых ведомств Соединенных Штатов, Конгресса, Белого дома, политических партий, прессы, лоббистов. Вообще, огромная, огромная, так сказать, огромная масса вовлеченных во власть и принятие решений людей, которые сходятся в едином, да, а единое это то, что агрессия должна быть остановлена, Россия должна вернуться к себе и Украина должна восстановить свои границы. Я не думаю, что это изменится, если что-то не произойдет в связи с эксцентрическим поведением Трампа, вот, он действительно имеет электоральную базу определенную, выиграет он праймерис, не выиграет, я не берусь. Он же президентом был, разговоры про то, что несчастный Трамп, все его преследуют, а что он президент туда стал? Он же мог не стать. Да, вот это мне тоже нравится, когда я слышу там возгласы, особенно русскоязычных трампистов, и среди них есть и украинноязычные трамписты, там в Соединенных Штатах почему-то поддерживают Трампа, но их меньше, конечно, что украинцы. Марк Захарович, заявление Джозефа Байдена о том, что он будет повторно выдвигаться, то есть претендовать на второй срок, это свидетельствует о том, что в ближайшее время избирательная гонка президентская, она заиграет новыми яркими красками. На ваш взгляд, насколько высокая вероятность, что в ноябре следующего 2024 года Джозеф Байден снова будет бороться за президентский пост вместе с Дональдом Трампом? Возможно ли повторение ситуации образца 2020 года? Не, ну я бы ничего не исключал, это же Америка, демократия в ней, все возможно. Я повторяю, Трамп уже был президентом, то есть говорить о том, что бедному несчастному Трампу не дали стать президентом, это неправда. Он был уже президентом, он добивался этого поста, но выиграй выборы и тогда будешь снова президентом. Не факт, что у него это получится, но вопрос же состоит в том, что да, такой вариант возможен. Мы не можем прогнозировать исходы этого варианта, потому что это соперники, которые уже соревновались и результат мы видели. Но, тем не менее, я считаю, что, наверное, произойдут какие-то события до ноября 2024 года, которые помогут, скорее всего, все-таки Байдену остаться на второй срок. Я имею в виду именно победу в Украине. И он в ней нуждается для того, чтобы оправдаться перед избирателями за то, что он, в общем-то, активно вовлекся, даже стал лидером поддержки Украины и всего коллективного Запада. То есть, эта политика должна реализоваться через успех. И тогда избиратели многое на что закроют глаза и простят Байдену, даже его возраст, 84-летний почти. Я думаю так. Хотя, опять же, повторяю, это вопрос разных политических складов, ситуации, которые могут способствовать или, наоборот, мешать. Но, тем не менее, я хочу сказать, пока все обнадеживается. Что там будет дальше, посмотрим. Возможно, форс-мажоры, взлетят эти пресловутые черные лебеди. Марк Захарович, появилось заявление Евгения Пригожина. Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление после 2 мая. Они готовы резать наши фланги, говорит Пригожин. Идет предательство внутри России. Нам не дают боеприпасы. Нас еще хватит на 2-3 недели. Я уже предвкушаю, как будут подшучивать над Пригожиным. Говорить о том, что он использует сроки Алексея Арестовича по поводу 2-3 недель. Вопрос, а кто же предает Вагнера, о каком предательстве внутри России может идти речь? Я думаю, его риторика та же, она не изменилась. Министерство обороны, генштаб, которые противодействуют Вагнеру, противодействуют лично Пригожину, действительно не дают ему все, что он просит. Я думаю, речь не только о боеприпасах, я думаю, речь и о личном составе его пополнения. Я вот тут видел последний ролик Пригожина. Он, значит, трясет пачками заявлений, рапортов, он говорит, от мобилизованных, которые хотят перевестись в ЧВК Вагнер из системы Министерства обороны. Они мобилизованы именно там. И говорит, вот буду обращаться к Министерству обороны, пусть нам людей дают. Вот этих, которые хотят по рапортам, значит, служить именно в ЧВК Вагнер, а не в Минобороны, не в системе Минобороны. Я думаю, деньги. Важный аспект. Надо же платить зарплату всем этим контрактникам. Соответственно, деньги, которые должны идти из бюджета, в каком виде они идут, это уже второй вопрос, на обеспечение компании, на выплату зарплаты и так далее. Я думаю, что его личные какие-то интересы самого Пригожина, а почему нет? Его бизнеса, его интересов в Африке, его интересов в России самой и так далее. А почему нет? То есть он выдвигает широкие претензии и требует все большего и большего. Получится он это или нет, я не знаю. Но даже если он предполагает, что 2 мая начнется контрнаступление, да хоть 10-го, а хорошо, а хоть 3-го. А что даты эти меняют? Бахмут пока еще полностью не взят. Да, действительно, тяжелые бои и шансы. Пока погода не способствует, дожди обещают гидромедцентр. Ну, не способствует. Посмотрим, это может перенестись. Это же вопрос, знаете. Будет решаться в последнюю минуту. Все готово, все уже готовы, все сосредоточено и село. Но, так сказать, все ждут последней команды. Ее отдают главнокомандующие. Когда он ее отдаст? Наверное, он не глупый человек. Решит, когда это сделать. Марк Захарович, несколько минут у нас с вами остается. В интернете опубликована аудиозапись разговора якобы российского миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского, в котором Троценко заявляет, что Россия оказалась в лапах. Мудил, все закончится адом. Советует Матушевскому получить гражданство в другой стране. Аудиозапись распространил проект изданий «Настоящее время» и «Радио Свобода Система». К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах каких-то дел, которые исповедуют какие-то странные композиции 19 века. Об этом говорит мужчина с голосом, похожим на голос Троценко. Никакой же концепции нет, и для России все закончится адом. Но это уже по мотивам вот этого предполагаемого разговора Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым. Да. Я думаю, это настоящий разговор подлинный. А кому надо подделать разговор каких-то степенных бизнесменов? Они богатые, они известные. Вот зовут Флакон, я на нем много раз бывал, эти проекты. Но, тем не менее, это не первого ряда, это не олигархи из окружения Путина. Но атмосферу они передают. Вот это мнение салонов богемных и элитных, которые есть в Москве, они передают. Я думаю, таких разговоров масса. Я думаю, эти пленки еще будут появляться. С разной периодичностью. Они отражают, что действительно у власти мудилы и мудила и так далее. Путина подкрался незаметно, хоть виден был и забега. Вот, все было ясно. Простите меня, я вот состоял в оппозиции, так сказать, с детских лет. Все 2000-е годы, да, вот я там прошел все, что можно. РНДС Касьянова, солидарность вместе с Каспаровым Немцовым состоял везде, во всех этих несчастных организациях. Мы только и делали, что стояли с нулевых годов с этими флагами, проводили митинги и говорили о том, что все кончится крахом и войной, и ужасом. Вот эти, эти, они подсмеивались. Бабки надо колотить, а не он там призывать чему-то. А теперь они плачутся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо денежки вывозить, надо семьи вывозить. Тут одни мудила. А где вы были? Почему вы не слушали тех, кто вам об этом говорил? Почему вы не прислушались к людям, которые куда более весомое мнение по этому поводу имеют? А где вы были 24 февраля? Что делали? Страдают. Мне их не жалко. Пусть страдают. Видите ли, они сейчас уже заявили, что это, говорит, это не мы, это фейк, это там какая-то нейросеть. Какая-то нейросеть? Кто вы такие? Кому вы сдались, вам что-то подделают. Вас прослушивают, записи сливают. Ну и все это и раньше было. А то, что, так сказать, они так рассуждают. Я считаю, что вот по принципу пожалеете там. А зачем? Почему жалеть? А где вы были? Почему вы ничего не делали? Почему не поддерживали финансовую оппозицию? А, Демшиза какая-то еще, говорит. Ну так, ребята дорогие, а теперь ешьте, езжайте, как они там, в Индонезию. Ну вот давайте, гоняйте там на бамбуковых велосипедах. Дайте, выкусите. Ну я послушаю там инвестиции в Индонезию. Это что за территория такая Индонезия? Какие там инвестиции? То есть вместо того, чтобы в Европу, понятно, что их теперь уже не пускают в Европу. Ни с какими инвестициями счет не откроешь банковский. Довели до того, что теперь инвестиции обсуждают в Индонезии. А вы еще в Попу-Новой Гвинеи обсуждаете инвестиции. Ну, поэтому я уверен, что разговор подлинный. Уверен, что он передает все эти настроения. Уверен, что эти люди, которые кормились от этой системы, им было хорошо. Вдруг, видите ли, обнаружили, что как все плохо. Раньше надо было, сейчас уже плохо. Да, озарение снизошло. Марк Захарович, и последнее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил о том, что у Путина нет двойников. И в бункере он никогда не сидел. Ну, ладно уж про двойников. А зачем Песков начал про бункер говорить? Ну, во-первых, это общее место. А как это он под бункером не сидел? Ваш же товарищ, так сказать, капитан, сбежавший в ФСО, Каракулов, по-моему. Глеб Каракулов, кажется. Да, или Глеб Каракулов. Каракулов. Ну, хорошо, Каракулов. Он все это рассказывает. Ну, он не рассказывает про двойников. Он их не видел. Но он говорит, что он все время там отсиживается где-то на даче. Ну, что-то дача-то с бункером, это все знают. Бочаров ручает. Там бункер есть. Бункер – это не буквально, это какая-то образная вещь. То есть, бункер – это состояние такое карантинное и всякое другое. А про карантинное он рассказал по две недели. Это для чего? Бункер – это символ того, что Путин боится физического насилия, смерти, так сказать, угрозы ему лично. И его власти в его лице. Поэтому про бункер мы не говорим, что он там с утра и домча сидит в бункере. Мы говорим, что у него сознание бункерное. Это раз. А во-вторых, что касается двойников. Ну, так, ребята, дорогие, а как же мы будем по-другому рассуждать? Он ходит, ездит куда-то, а до этого боится ручки пожать в Кремле. А тут он, значит, с какими-то людьми чуть ли не целуется, троекратно в десна дуется. Ну, и так далее. То есть, это все очень странно выглядит. Да, мы не можем, мы не видели их двоих рядом, чтобы сказать, вот, двойники. Но все больше вопросов появляется. Слово, Марк Михайлович, подгорает. Подгорает. Подгорает, подгорает. Надо оправдываться. А если ничего нет, что вы оправдываетесь? Вот и все. Марк Захарович, огромное вам спасибо за этот разговор. Отпускаю вас. Уже пора, уже время. Марк Фейгин был сегодня вместе с нами на Политек. А также спасибо всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам за внимание. Берегите себя. Услышимся и увидимся. Всем всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова